Привет, друзья! Вы на канале IT-Муравейник и с вами Александр Артеменко. Сегодня мы еще немного поговорим про ASDF, систему, которая позволяет компилировать библиотеки Common Lisp. В одном из предыдущих роликов я показывал, как работает Package-Inferred ASDF System. Это такое расширение к ASDF, позволяющее не указывать явно зависимости. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, как вообще описываются ASDF системы и чем тот или иной способ лучше. Часто новички спрашивают меня, вот я написал немного лист кода, какие-то функции, классы, но дальше же проект будет развиваться. Как распределить код по файлам и сделать так, чтобы его удобно было загружать? ASDF как раз и помогает в этом. Он позволяет описать совокупность файлов и порядок их компиляции. Давайте же посмотрим, как выглядит простейшая ASDF система. Для начала пусть у нас будет один файл с одной функцией foo. Я создал пустой файл с расширением ASD. В таких файлах хранятся описания Lisp систем. Дальше внутри нужно добавить описание. И еще рядышком я сделаю файл foo.lisp. Теперь, чтобы Common Lisp понял, что в системе System1 есть файл foo.lisp, его нужно скомпилировать при загрузке системы, нам надо указать это в опциях макроса DevSystem. Для того, чтобы сказать, что система 1 содержит файл foo, нам нужно добавить сюда опцию Components, где мы перечисляем компоненты системы. И тут должен быть список, в котором первый элемент – это тип компонента, а второй элемент – его имя. В данном случае у нас файл, поэтому мы пишем файл foo.lisp. Попробуем загрузить нашу систему в образ. Чтобы SDF увидел нашу новую систему, мне нужно добавить путь к ней, специальную глобальную переменную. Вот так. Теперь попробуем загрузить нашу System1. Делается это с помощью функции loadSystem. Все. Как видно, компиляция файла foo прошла успешно. Теперь мы можем вызвать нашу функцию foo из пакета foo. И она выводит Hello World. Теперь представим, что мы хотим сделать второй файл – bar.lisp и определить в нем функцию bar. И при этом сделать так, чтобы функции foo и bar были определены в одном пакете foo. Для начала давайте заведем новый файл – bar.lisp. Теперь, чтобы SDF скомпилировал файл – bar.lisp при загрузке системы, нужно добавить его в описание системы. Я делаю новый компонент, называю его bar.lisp. И, допустим, пускай он идет первым, если мы хотим, чтобы они были отсортированы по алфавиту. Попробуем загрузить нашу систему. Как видно, SDF скомпилировал файл foo и файл – bar. Чтобы убедиться, что все работает как надо, я перезапущу lisp и попробую загрузить нашу систему заново, с нуля. Но что же такое? SDF теперь выдает ошибку. Он пишет, что нет такого пакета с именем foo, потому что в настоящий момент SDF пытается скомпилировать файл – bar, в котором в самом начале этого файла написано «Используем пакет foo». Но порядок файлов, который у нас определен в макросидов систем, такой, что SDF начинает компилировать функцию bar первой. Чтобы такого не происходило, нужно либо вручную указывать файлы в нужном порядке, либо указать явно зависимость. Можно сказать, что файл bar зависит от foo. Попробуем загрузить систему снова. Теперь она скомпилировалась правильно, потому что SDF видит, что bar зависит от foo, поэтому он компилирует сначала foo, а потом компилирует файл bar. Очень часто классические SDF системы выносят описание пакета в отдельный файл, который так и называют – package. Допустим, мы можем создать файл package и из файла foo определение пакета убрать в него. Тогда в файле package.lisp будет определен лишь пакет, а в самой SDF системе нужно будет указать, что оба файла зависят от пакета. Также это будет выглядеть так. И, конечно, сам файл package тоже нужно добавить сюда в виде компонента, но у него уже нет никаких зависимостей. Теперь перестартуем lisp и посмотрим, как скомпилируются системы на этот раз. Все прошло отлично. На этот раз SDF скомпилировал файл package, затем скомпилировал файл bar, который зависит только от пакета, а затем скомпилировал foo. Если зависимости более сложные, то тут может быть указано больше одного файла. Теперь давайте посмотрим, что будет, если у нас образуется зависимость между файлами foo и bar. Пусть файл foo.lisp определяет вот такой макрос. Это макрос, который выводит hello world после своего тела. А в файле bar мы будем его использовать вот таким образом. То есть мы обернем вызов функции pring в вызов макроса. Теперь посмотрим, как скомпилируется наша ASDF-система. Напомню, что порядок компиляции файлов тут такой, что bar будет компилироваться до foo. Перезапустим lisp и попробуем загрузить систему. Теперь нам компилятор жалуется на то, что не может найти функцию with hello. Но ведь этот же макрос, и мы его уже определили в файле foo.lisp. Однако давайте взглянем на сообщение об ошибке повнимательнее. В выводе видно, что сначала скомпилировался файл bar, потом скомпилировался файл foo. На файл foo компилятор пожаловался, что вот этот макрос with hello уже был определен как функция, потому что когда в начале компилировалась функция bar, она попыталась использовать этот макрос, а он на этот момент был неопределен. И дальше похожие сообщения об ошибке есть при компиляции файла bar.lisp. Тут уже компилятор жалуется, что мы пытаемся использовать неопределенную функцию full with hello. Предлагаю попробовать вызвать функцию bar. Тут лисп жалуется, что with hello – это макрос, а не функция, и вызвать ее нельзя. Чтобы таких ошибок не было, нужно правильно прописывать зависимости в описании системы. Пойдем мы исправим это. Укажем, что файл bar зависит от файла foo. Перезапустим наш лисп и проверим, скомпилируются ли системы на этот раз. Все, на этот раз все прошло без ошибок. И мы можем выводить функцию bar, и она выведет два сообщения – hello from bar, а затем hello world выведет макрос. Итак, в классической ASD-системе мы вынуждены вручную прописывать зависимости между компонентами системы. И для больших систем это бывает довольно муторно. Посмотрим на какую-нибудь популярную библиотеку и то, как устроены там зависимости между файлами. Предлагаю взглянуть на Serapium. Вот так выглядит описание системы Serapium. Первое, на что тут стоит обратить внимание, и о чем я не сказал, когда показывал нашу минимальную систему System1, это то, что здесь есть секция Depends on. В ней для ASD-системы указываются внешние зависимости. Например, в данном случае библиотека Serapium зависит от Alexandria, Trivia, Split, Sequence и многих других библиотек. Кроме того, здесь также указан флаг Serial, который говорит о том, что ASDF должен идти по компонентам сверху вниз, потому что если не указать этого явно, то ASDF не будет гарантировать порядок компиляции файлов. И тем не менее, даже несмотря на то, что здесь есть опция Serial, тут все равно указываются зависимости между некоторыми компонентами. Как видно, в Serapium довольно много модулей и файлов, и все они должны быть перечислены в DevSystem. Для таких больших систем довольно сложно поддерживать все эти зависимости. Ну и разработчики, приходящие в Common Lisp из разных других языков, таких, например, как Python или Go, удивляются, зачем нужен отдельный файл с описанием системы, когда мы эти зависимости можем указывать на уровне каждого отдельного файла. И действительно, зачем? Отвечу. Такой способ тоже есть. И как раз его предоставляет расширение ASDF Package Inferited System. Посмотрим, как переделать нашу минимальную систему на Package Inferited Steel. В одном из предыдущих роликов я рассказывал уже о разнице между ASDF-системами и пакетами в Common Lisp. Ссылку на этот ролик ищите внизу в описании. ASDF-системы и пакеты существуют некоторым образом параллельно. И вот Package Inferited расширение, оно предполагает, что в каждом файле описан свой пакет Common Lisp. И зависимости между файлами определяются путем парсинга определений пакетов. Возможно, я сейчас немного запутанно объяснил, но на примере это будет сразу понятно. Вернемся к нашей ASD-системе и преобразуем ее в Package Inferited. Для того, чтобы преобразовать описание системы в Package Inferited, надо указать атрибут класс. Атрибут класс позволяет расширять ASDF, добавляя в него новые возможности. Я добавил сюда указание того, что наша система будет использовать расширение Package Inferited System. И теперь нам нужно немного поменять файлы, из которых состоит система, и сделать так, чтобы в каждом файле был описан свой пакет. Файл Package нам больше не нужен, нужны только Foo и Bar. Особенность Package Inferited System такова, что там в описание пакета входит также и имя системы, а пакет – это как бы сущность внутри системы. Поэтому, когда мы описываем пакет, нужно сначала указать имя системы, а потом имя файла. Так ASDF поймет, что этот пакет принадлежит к системе System1. Этот кусочек нам больше не нужен, и функция Bar будет определена в пакете System1. Ой, Bar. Да, вот так будет правильно. Теперь переделаем Foo.Lisp. Тут тоже указываем System1.Foo. Этот пакет уже больше не существует. Так что в этом пакете у нас определен макрос и функция Foo. Теперь, чтобы явно указать зависимости между файлами, нужно в пакет Bar добавить импорт из пакета Foo. Я пишу имя пакета, из которого хочу проимпортировать символ. А дальше имя символа. Это наш макрос withHello. Также зависимости можно указывать, и ничего не импортируя. Например, я мог бы указать здесь просто, что файл Bar.Lisp использует System1.Foo, а дальше использовать здесь полное имя макроса с указанием пакета. Ну, так обычно я не делаю. Я явно импортирую какие-то символы из пакетиков. Перейду обратно к описанию. И здесь вместо вот этого sonma-компонент нужно указать атрибут DependsOn. В DependsOn перечисляются те системы, которые необходимо загрузить при загрузке основной системы, в данном случае System1. А так как Package Inferred System для каждого пакета и для каждого файла создает подсистему, то здесь нужно указывать как раз их имена. Например, мы хотим здесь указать, чтобы у нас загружался файл Bar. Если вы помните, то в Bar я импортирую из Foo, поэтому в описании SD-системы больше можно ничего не указывать. Видя, что System1 использует Package Inferred System расширения, SDF поймет, что для загрузки под системы System1 Bar нужно загрузить файл Bar.Lisp. Дальше при загрузке этого файла он увидит описание пакета и из его импорта поймет, что этот пакет зависит от пакета System1.Foo и соответствующей ему системе. Поэтому SDF сначала попробует загрузить System1.Foo. из файла Foo.Lisp. Здесь зависимости никаких нет, так что SDF скомпилирует этот файл, потом скомпилирует файл Bar, и на этом будет считать, что система 1 скомпилирована полностью. Попробуем загрузить нашу Package Inferred систему в свежий Lisp. Restart.Push. Все, система скомпилировалась. Как видно, SDF сначала скомпилировал Foo, потому что от него зависит бар, после этого скомпилировал и бар. Точно так же можно указывать и внешние зависимости. Допустим, если мы хотим, чтобы Foo использовала какие-то функции из внешней библиотеки Александрия. Тогда можно сделать Import from Александрия, и SDF поймет, что эту систему нужно загрузить перед загрузкой нашей System1. К сожалению, у Package Inferred систем есть некоторые особенности и ограничения. Например, компилировать они могут только Lisp файлы. А Common Lisp позволяет в обычных SDF системах указывать также файлы, которые, например, содержат какую-то статику, или файлы, которые нужны для компиляции C-расширений. В таком случае эти файлы придется вынести в отдельную подсистему и определить ее классическим образом. Кроме того, могут возникать проблемы со сторонними библиотеками, которые мы пытаемся использовать в нашей Package Inferred системе. Проблема случается тогда, когда сторонняя система определяет пакет с именем, который отличается от имени самой системы. Вот, допустим, есть такой микро-веб-фреймворк, lag. И там есть пакет, который называется lag.request. Если мы пропишем этот lag.request вот таким же образом, как Александрия, и попробуем загрузить нашу SDF систему, то столкнемся с ошибкой. Компонент lag.request not found. Проблема заключается в том, что этот компонент действительно не существует. Есть компонент lag-request. То есть система называется lag-request. Но если мы попробуем загрузить систем 1 в таком виде, то столкнемся уже с другой ошибкой. SDF выдает предупреждение, что при загрузке нашего пакета full мы сделали import.from из пакета, который не существует. Если мы попробуем найти пакет lag.request, то не найдем. А с точкой в имени найдем. Вот чтобы SDF не ругался на то, что мы пытаемся проимпортировать что-то, что не является пакетом, то в конструкциях import.from все же нужно указывать имя пакета. Но как же быть тогда с ошибкой про то, что компонент не найден? SDF предлагает для этой цели костыль. Иначе его никак не назовешь. Костыль, который дает SDF, позволяет нам указать пакеты, которые создаются в каждой из систем. Для того, чтобы сделать это, напишем вызов такой функции. Ей надо указать имя системы. Оно обычно указывается маленькими буквами. И список пакетов. Имена пакетов в LISP указываются большими буквами, как правило. Пакет у нас идет через точку. И вот когда мы указали таким образом, из какой системы загружать пакет lag.request, напомню, на него ссылается файл full. Вот таким образом. Import from ссылается на lag.request. И SDF теперь будет понимать, что если есть ссылка на пакет lag.request, то нужно загрузить его с помощью SDF системы lag-request. Сделаем лод. Бабах! И на этот раз все прошло успешно. Основным плюсом пакетчин-ферет системы я считаю то, что зависимости явно прописаны между файлами, и не нужно отдельно управлять ими и прописывать вручную в файле .esd. Так описание системы начинает выглядеть более лаконично, и из файлов понятно, какие внешние или внутренние пакеты они используют. Кроме того, пакетчин-ферет расширения позволяет делать такие системы, которые при загрузке основной системы компилируют только часть лист-файлов. И есть возможность загрузить какие-то расширения, просто указав имя подсистемы. К примеру, в нашем случае мы можем иметь файл, назову его addon.lisp. И вот этот addon.lisp.файл можно даже никуда не прописывать. Я могу легко загрузить его, просто указав подсистему. А sdf все равно найдет этот файл и скомпилирует его. Это позволяет легко определять какие-то дополнительные функции вашей библиотеки, при этом не заморачиваясь на то, чтобы делать для них отдельные sd-файлы. Ну а на этом у меня все. Скоро я планирую сделать еще одно видео про то, как по шаблону создать скелет библиотеки, которая будет включать в себя документацию, тесты, а также скрипты для запуска этого всего на GitHub. Чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И кстати, заглядывайте иногда в описание под видео, там я оставляю ссылочки на полезные материалы, а также ролики на похожие темы. С вами был Александр Артеменко. Всем лиспа в ваши сердца.